Проходил службу в зоне АТО с августа 2014 по августа 2015 года в составе 37-го отдельного выходного батальона, который входит в 56-ю бригаду. Был приглашен в Киев, объяснили, что создается группа для проведения диверсионных акций на территории Республики Крым. В состав группы входят кадровые офицеры военной разведки Украины Кириллова Александр, с позванным Кирилл, кадровый офицер с именем Дмитрий, более-менее известная информация. Также входит Витренко Олег, с позванным Лиз. Также в состав группы входит Сандул Алексей, с позванным Сай. Также в состав группы входит, так неизвестно мне имя, фамилия, позванной Дэшик. И я позванной Юджик. Кадровыми офицерами здесь являются, насколько мне известно, Сандул Алексей в звании лейтенанта. Сердюк Владимир Александрович в звании капитана. Ну, Кирилл, Александр, Дмитрий, я так думаю, тоже офицеры, но звание мне не известно. Я на одной машине, я и Сандул Алексей, также на второй машине, который маршрут мне неизвестен, уехал на Воспитинной Сандул Алексей. Мы проехали через города Армянск, Красноперековск, Джанкой, Феодосия, Керчь. Для того, чтобы посмотреть объекты диверсии. В качестве объекта диверсии были определены огромные переправы, нефтебазы, Феодосии, объекты города Джанкой, вертолетный полк и химический завод Титан. После выполненной задачи мы вернулись в Третью руку. По указанию Кириллова был заложен тайник в районе города Армянск. Также приобретены пять комплектов военной формы образца формы российской армии. На тайниках находилось оружие из рычага. Я участие в докладке не принимал, потому как это были мои задачи. После возвращения из Крыма была встреча с Кириллом Александром, в ходе которой Санбул Алексеевич наложил о результатах поездки, о выбранных объектах диверсии на территории Республики Крым. За что Кирилла поблагодарил Санбула, мне лично было выпутины 3200 гривен. Мне известно, что группа двумя частями, 6 и 7 числа, в составе двух и трех человек, с помощью плавсредств были переброшены на территорию Республики Крым, в район села Рисовая. Мне была поставлена задача прибыть в город Армянск для эвакуации части группы после выполнения задачи, где я был задержан сотрудниками ФСБ России. Насколько мне известно, данная операция была спланирована главным управлением разведки Украины, Министерства обороны Украины, с помощью кадровых и янтурных отрубников, которые давали снайдеры. Я осознал риск этого мероприятия, но, по моей информации, должен был совершен быть подрыв военной техники, вооруженных сил Российской Федерации. Конечно, риск гибели людей здесь был большой.